Собаки, мусор и отсутствие света. Жители города Дагестанские Огни жалуются на препятствия по дороге в школу. Представители Общественного народного фронта совместно с администрацией провели мониторинг нескольких опасных участков, находящихся вблизи общеобразовательных учреждений. Об итогах проверки в сюжете Патимат Ханаваин. Самая большая трудность и опасность вот этот мусор, который вот здесь. Дети здесь лазают, здесь коровы, здесь собаки, что только здесь не бывает. Хотелось бы, чтобы вот этого не было. Это улица Максима Горького. Здесь находится школа номер 6, а в следующем году должна открыться еще одна. Но это не мешает огромным мусорным бакам находиться в нескольких метрах от образовательных учреждений. Неприятный запах стоит на весь квартал. Запахом тяжело будет пройти. Запах очень пройти. Иногда будет мед, и собаки бросают здесь, разбрасывают. Тем более школа находится здесь. Казалось бы, решение очевидное и простое. Найти для мусорных баков другое место. Однако, как говорят чиновники, так проблему не решить. Перенесут. Вонь будет в другом районе. Тут проблема в чистоте вывоза мусора операторами. А как вот? Нельзя вопрос решать? Я вообще не представляю, что есть невозможное. Невозможно нас с вами, наверное, вчерашний день вернуться. Час назад. Мы не можем. Мы же дальше живем. Мы же должны думать. Мы его, конечно, уберем. Здесь пересечку нельзя. Обязательно. Гория большая. Нету другой возможности. Из-за того, что не увозят, как мы требуем, два раза в день операторам. Из-за этого они поставили большие короблера. Отсутствие освещения и бродячие собаки. Эти проблемы встречаются здесь практически на пути к каждой школе. Тем более, что во многих образовательных учреждениях все еще двухсменка. А значит, детям по этим небезопасным дорогам возвращаться в темное время суток. У меня внук ходит в школу. Во-первых, собаки ужасные. Вот такие огромные собаки. Во-вторых, освещения нет вообще. И вот это то, что машины сюда заезжают на большой скорости, очень смущает. Ребенок выйти не может. Они круглосуточно закрыты у нас. Всегда провожаете ребенка? Всегда провожаем, всегда встречаем. Уже третий класс встречаем, провожаем. Так что обратите внимание, пожалуйста. Это актуально прям стоит острый этот вопрос. Весь собранный фотоматериал и реестр потенциально опасных участков будет передан в соответствующие структуры. Также подобные выездные рейды проведут и в других городах республики. Сообщить о потенциально опасном пришкольном участке может любой житель. Достаточно лишь отправить письмо в региональное ОНФ. По итогам сегодняшнего рейда можно сказать, что все эти нарушения и все эти претензии родителей, населения до Гагни, они в принципе подтвердились. И то, что мы проехали по объектам, вот мы в частности первая, четвертая, пятая и шестая школа, все, что было написано, все соответствует действительности. По каждому объекту есть, конечно, свои какие-то моменты, которые объясняют ту ситуацию, которая на сегодняшний день есть. Но в любом случае понятно, что надо принимать решения по каждой улице, по каждой школе конкретно. В свою очередь администрация города обязуется оперативно среагировать на сделанные замечания. Мы, естественно, определенные коррективы в наши программы внесем, необходимые срочные вопросы, которые необходимо рассчитать, где-то лампочки, где-то освещение. Это, конечно, надо моментально сделать. А те глобальные, которые необходимо внести коррективы в программы, где республиканская, где местная, где федеральная программа, мы внесем изменения. И постараемся их ликвидировать. Население видит, а городское руководство не видит. Это неправда. Эти все проблемы у нас обозначены, они есть на контроле угловые. В мере возможностей, какие появляются в администрации, мы стараемся именно, где социальные объекты, выполнять работы по благоустройству, созданию комфортной среды. По итогам проведенного мониторинга состоится круглый стол с представителями ГИБДД, администрации, профильных министерств и родительского сообщества. Там и будет разработана дорожная карта по исправлению выявленных недостатков. По тематам Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Дагестанские огни.